Мудрёные названия, пришло мне в голову, когда я стал в доме, на той лекции, о которой прошло все. Отправленная точка для этой лекции послужила моя диссертация, которая изучена в 1991 году, и которая называлась «Интеропрессионная аркадная протекция», как необходимо было понятно, что от северной остыли. 30 лет прошло с тех пор, но, поверьте мне, в то время это было достаточно много. Ну, это, в общем-то, суреальное событие, да. Я не взглядел в научное положение, тем и менее, оно предопредел в мою научную судьбу, и вот начиная с того времени, даже несколько годов не раньше, я занимался многими вещами, но в прошлой неделе через всю мою институционную научную работу, какая вот эта тема, именно пятая тема, где я, в том числе, могу обращаться. Несколько годами раньше, чем я почувствовала защитить марионтерскую диссертацию, одновременно три научной группы вышли с результатами своих исследований, в результате которых было такое явление, как пищеническое преподиционирование, да. Спустя еще 10 лет, вот, появилась работа, которая показала возможность фармакологической инициации процесса жюнического преподиционирования и возьмись такой термин, как анастетическое преподиционирование или анастетическое ордарно-продресс. Поскольку эта тема будет сопровождать сегодня всю мою реакцию, я позволю себе пару слов о том, что же такое жюническое преподиционирование может быть, все еще знали, что происходит. Вот, на примере работы Муррей, который на крысах проводил пережатие левой коронарной артерии, я привлекал в зону инфаркта, то есть, 50 минут после того, что возникало, прежде всего, коронарная артерия. Все крысы были разделены на первую группу, одной группу прошлых 40 минут на крысу левой коронарной артерии, а второй группу, перед вот этой, как мы называемой, проживательной артерии, пришествовало 4 минуты, что-то, в кратковременном пережатии первой коронарной артерии на 5 минут, после вскоре, который уже спусталось, когда вам сказали, что он привлекал профессионалов, после всего повторной семьи, ну, в общем, так все три раза, это получило название тренировочной семьи, и вот оказалось очень интересным, что зона инфаркта миокарда, зависимо от дарикатуры, в том варианте, когда проводилось претворение тренировочной семьи, оказывалось примерно на 3 дней, чем если эта тренировочная семья не производилась. Так возникло явление ишемического прекондиционера. Как я уже сказал, позже было показано, что инфрационные анестетики могут выступать в качестве вот этого тренировочного стимула и вызывать явление, в общем, что название анестетическое прекондиционерное. 30 лет в Краковской поры, 20 лет в той поры, как в городе, в год, термины анестетическими прекондиционерами, каковы и тот. Ну вот, это один из авторов одной из тех трех проводок. Его последняя статья, в котором он предполагал в 2018 году, в журнале «Кардио-Паскорда» в Таракской анестетике, в Краковской курнале «Кардио-Паскорда» говорит, потому что если после 20 лет интенсивного изучения проблем практическую значимость этого выявления все еще предстоит установить, это тяжелая перспектива этого явления, который случается. И это подтверждается в работе, которая вышла одновременно в том выставном журнале и которая была написана профессором Стефаном Милькер, пионером области клинического выявления анестетического премиционирования. Две мысли основные в этой эдиториале, в которой написано для журнала, для того же журнала. Первая мысль, что полученные результаты подтверждают довольно известную мысль о существе разницы между числыми, искренними и реальными результатами. И сейчас, в 2017 году, создается впечатление, что большие ожидания, связанные с миокардио-протекцией, и ожидания на статистическом проекте национирования, не оправдались. Как ни печально мне произносить эту фразу, но я вынужден с подобной видимой по минимуму согласиться. Почему так произошло и можно ли что-нибудь сделать для реабилитации анестетического коэффициента? Расскажу это на примере той статьи, которая была в муниципальном году в 2013 году, то есть не вчера, и которая организовала причину, на которой не всегда удается в клинике реализовать эффект анестетического коэффициента. Первая проблема. В клинике мы имеем дело с двумя процессами, которые происходят одновременно. Это с прекрасным гемодинамическим профилем, а инновационная анестетия на основе СЭВА-урана и ТЭС-урана, да? И второе с анестетическим коэффициентированием, если оно реально существует в клинике, потому что оно существует в клинике, и у кого-то от денег не росло. Суммарный эффект реализуется на веках, но мы не можем сказать, за счет чего этот эффект реализовался. То ли за счет анестетического коэффициентирования, то ли за счет хорошего гемодинамического профиля. Те методы, которые позволяют нам ответить на этот вопрос в экспериментальных условиях, в клинике, то есть используемый раз в сутки интеллектуров, не достоинны. Вторая проблема. Для реализации эффекта анестетического коэффициентирования мало. Наличие коэффициентирующие свойства тестированным агентом. Важно, что в событии ишемии произойдет операционный. К счастью, далеко не все наши анестезии, далеко не все наши операции сопровождаются ишемии не окажут. Поэтому, то ли редкое явление накладывается на непостоянство реализации анестетического эффекта, а прегнициализующего эффекты интеллектурованных анестетиков, и когда мы получаем какой-то защитный эффект, мы опять начинаем угадать, что здесь произошло. То ли тот комплекс мер, который были использованы для ликвидации вот этого ишемического события, то ли анестетический коэффициентированный собрался как защитный уровень. И не можем ответить почву на этот вопрос. Третья проблема, с которой мы вынуждены считаться в клинических условиях. Если вы стремитесь, моделируя какой-то процесс, мы соотносим результаты этого процесса с индифферентным методом, но чтобы было меня более ясно понимать, то есть когда мы выезжаем анестетическую коэффициентированию, мы для сравнения используем метод, который не дифферентен с точки зрения анестетическую коэффициентированию. Сейчас это анестетическую коэффициентирование. Мы видим разницу. Когда мы работаем в клинических условиях, то совершенно другой принцип кладется в основу сравнения. Мы сравниваем тот метод, тестируем метод, как правило, с лучшим изоставшихся. А лучше это не изоставшихся, это тотально-нетриверная анестезия настройка, пропофол и фентонизм. Пропофол сам по себе обладает легким антиоксидантным эффектом. И поэтому мы сравниваем не индифферентный метод с индифферентным капремонтальным, а два метода, у которых похожий эффект. Оно одного может быть больше, а другого может быть меньше, а опять эффектность будет меньше. Существенным прогрессом стало то, что на сегодняшний день мы, в общем-то, во многом понимаем механизм развития анестетического референционирования, для которого в ручку его являются методиконды, и в частности, подборогом увеличения так называемых активных форм кислорода. Оказалось, что активные формы кислорода, как и все равно наши люди, не только отрицательные, но и положительные формы. Они являются теми сигнальными молекулами, которые инициируют процесс анестетического референционирования, которые реализуются в конечном итоге через цепь последовательных событий. В регуляции активных сабикогенций, доказать иназа третьего типа, совершенно удивительный фермент, который защищает метафондрию ишемическую повреждение, а значит, защищает инкулектор ишемическую повреждение. Запомните, пожалуйста, важный уровень этого фермента для реализации эффекта ишемического прекрениционирования. Что же можно сделать для того, чтобы, скажем, повысить эффективность анестетического прекрениционирования в периоде? Первое. Я уже сказал, что пробофол, как легкий антиоксидант, припятствует реализации эффекта анестетического прекрениционирования. Вы помните, оно начинается с поворода движения от юных формы спорода. Пробофол и этому препятствуют таким образом снимают эффекта анестетического прекрениционирования. Таким образом, можно попробовать использовать тотальную, если можно так сказать, операционную анестезию, в том числе и в период искусственного возрастения, если мы говорим о спиратах, которые проходят в условиях искусственного возрастения. По идее, это должно повысить эффективность анестезии. Во-вторых, на предыдущем слайде было видно, что огромное количество агилантных препаратов, которые так или иначе используют во время анестезии и в послеоперационном периоде, инфигируют процесс анестетического прекондиционирования. Вы видите, здесь ацетисин, ропофол, бельта, адреноблокаров, да? Не знаю, может ли отказаться от этих препаратов, надеюсь, только анестетическое прекондиционирование. По крайней мере, я никого к этому не призываю, но теоретически отказ от многих препаратов, которые мы видим в процесс анестетического прекондиционирования, мог бы повысить эффективность этого процесса в клинике. Наконец, третье. Мы очень мало говорим о дозе анестетики. Сулическое прекондиционирование, анестетическое прекондиционирование, которые в любой другой процесс дозы зависит, чем выше доза анестетики, которую мы используем, тем больше надежда на то, что реализуется процесс анестетического прекондиционирования. Выраженный эффект в эксперименте наблюдается, когда прирозы более 1,5 мак, что в клиниках не всегда воспроизводимо. Но всегда ли используется в тех исследованиях, в которых исследуется анестетический прекондиционированный доза хотя бы в 1 мак? В телефон не всегда, но очень часто мы работаем с дозой около мака, да? Так вот, если мы будем использовать дозу в 1 мак или в 1,1,1,2 мака, по нему эффект анестетического прекондиционирования будет выше. Здесь представлены результаты работы и метанализа, который выполнил профессор Лангольник, присутствующий здесь в 2013 году. В результате этого метанализа было объяснено, что для того, чтобы предсохранить жизнь одного родного, надо провести 74 анестетии с использованием инферкционных анестетик. Для того, чтобы предупредить 1 интерферкционный инфаркт миокарда, здесь имеется в виду карты, как мы говорили, надо провести 42 анестетии. Вот это именно тот результат, на который мы можем рассчитывать на сегодняшний уровень развития явления анестетического прекондиционирования. Если говорить о методических, о гайлайнах международных, то в международном году 2014 года об использовании об анестезии в негардиальной хирургии, пункт о предпочтительном варианте использования инферкционной анестезии отсутствует, требуется больше фактов. Если говорить о последнем гайлайне для гайлайной хирургии, то такой пункт есть, но он относится только к ПЦР. Он говорит о том, что эффект анестетического прекондиционирования в плане снижения детальности и количества фактов миокарда доказан только для больных с салоном и коронавирусом. Сейчас заканчивается международный исследование МИРИАД, в котором созданы более 5 тысяч парней в каждой хирургии. МИРИАД, в котором провалилась инферкционная анестезия, в котором провалилась инферкционная анестезия, может быть, результаты этого исследования проходит нам более точно определиться в равных проблемах, но, видимо, действительно, как это было написано в статье профессора Декерта, Священный Брай, интерпретационная защита миокарда, пока еще не знаем. Что мы можем сделать дальше, так сказать? И здесь возникает один очень интересный вопрос. А, собственно говоря, почему мы сосредоточились на анестетическом прекондиционировании? Нам понятен механизм развития нашего ишемического прекондиционирования. Нам понятно, какой процесс необходимо блокировать, какой процесс необходимо. Активизировать для того, чтобы получить максимальную эффективность защиты. Может быть, попробовать другие препараты, которые не столь обладают не столь 7-минутным эффектом, как это на анестетическое прекондиционирование, а более постоянные. И здесь наше внимание берет такой препарат, как Далорин, астетический аналог Делорин, который был опубликован в социологии, затем, в том числе, в связи с тем, что не было удовольствия разрешения клинических применений, по этим показаниям было относительно заводована. Ну да, он был применен в 1887 году. И применен он был по совершенно дезуистическому поводу. Тогда нам казалось, что этот препарат позволит нам провести анестезию без наркотических аналогений. Сама идея была привезной, потому что Далорин является синтетическим аналогом. Анастетическая аналогида какая-то такая реальность, а не синтетическая аналогида, когда мы все равно используем аналогида. В любом случае, эта попытка не удалась аналогида, если это было уже непостоянно. Но, в своем мнении, мы обнаружили, что использование этого препарата вызывает ряд событий, которые можно вопликать. И это, как органопротенция. Ну, в частности, использование Далорина позволяло реализовать гумонопротекторные свойства. Антиоксидантные действия против ишенических действий, да. Нейропротенция, профилактика, для этих условных осложнений. Эта работа, которая была в препарат не нами, а независимая исследовательная геоза Роснодара. Особенно полезна, потому что, вот как изобретательная методика, как правило действовать, она перестает действовать, когда она придется в клинических времени. И вот смотрите, работа, которая была опубликована и выполнена уже более чем у 5 тысяч пациентов, тогда показалось, что использование Далорина в коротеке и другие, потому что, это управляет ценность неконечности инфекционного доставления с 7 до 2%. То есть более чем в 3 раза, это очень сложно. Когда мы поняли, что основным механизмом действия Далорина, правда, он еще окончательно не доказан, а предполагает механизм, что он действует так же, как действует анастетическое рекондиционирование, но обратите внимание в обход, в обход метафорный. В обход того механизма, который развивает повышение спорога, повышение активных полипосложений, он непосредственно действует на макоактивируемого протеентиназа, который активирует другую протеентиназу, то есть запускает механизм анестетического рекондиционирования. Еще раз скажу, в обход, то есть вот эти препараты уже не должны действовать в идее на рекондиционирующий эффект голове. И мы попытались возродить вот этот препарат, посмотреть, а что будет, если использовать его в современной анестезии, если попытаться использовать его в обладательной цели, для каких используется анестетический рекондиционирование. Ну, для начала мы изучили, на модели гентабидциновой энергетоксичности, мы попытались изучить нейтропротекторный эффект голове. Кстати, я не говорю раньше, но скажу сейчас, что процесс нишенического рекондиционирования на сердце начинается, но сердце не заканчивается, поскольку это универсальный механизм, который, так сказать, способен защищать, по крайней мере, теоретически, любой из органов систем от процесса экстремидной травмы. Ну, вот, в частности, на модели генеческого рекондиционирования, смотрите, культура ткани почечного бедения, да, действует в возрастающей дозе гентабидцинной, в том случае, если геток происходит в условии инкупации со спорным аллергеном, выживает значительно большее количество геток, чем если это происходит без раздействия аллергена. Еще одна очень интересная вещь, и в этой аудитории, и вам, уважаемые коллеги, рассказывают о важности такой вещи, как милоты, и о всей существенной опасности энтериальной дисфункции, которая сосредоставляет любую систему воспроизводства. Ну, вот, при энтериальной дисфункции происходит дезорганизация межчеловеческих контактов, который дал вот этот азарт за организацию межчеловеческих контактов, соответственно, в том числе, как гетокгерин, который связывает между собой геоинтериальный инфекция, рядом расположен под воздействием фактора воспаления, и вот смотрите, что мы сделали. Мы сыворотку септического больного, содержащего все вот эти факторы воспаления, капли на эндотелли, на культуру эндотелли, экспериментальный пилот. Что происходило, посмотрите, происходила полная дезорганизация, когда эта сыворотка вводилась в пресс-головье. И обратите внимание, что происходило, если это все то же ссадность, а та же сыворотка септического больного капалась на культуру эндотеллиоцитов в условиях рекубации в голове. Полностью сохранялась вот эта организационная структура. Я, честно говоря, очень маленький специалист в областной цитологии, так сказать, в арт-морфологии, все говорят, но наши патологи, однако говорят мне, что дежур, понятно, что структура сохраняется, я не имею в виду в данном случае, но, в общем-то, говорят, что действительно структура сохраняется. Еще одна очень интересная вещь. Помните, я вам рассказываю, запомните, пожалуйста, ключевой уровень фрикаденции гитарда 13-го третьего типа реализации процесса фрикаденции. В общем-то, на сегодняшний день считается, что это маркер. Насколько сохраняется активность фрикаденции гитарда 13-го третьего типа, настолько и хорошо реализуется эффекта семейства преподинционирования. Вот смотрите, что происходит у эндотариоциты, после того, как туда попадает село фрикаденцию больного лечитства, активность фрикаденции гитарда 13-го третьего типа, если снижается. И вот обратите внимание, что происходит, если это условия прокручивации с 50-микрограммным блоком. Вы видите, что никакого снижения активности фрикаденции фрикаденции не происходит. Еще одна, очень интересная вещь. Другое системное воспаление, до того, как происходит дисминация этого системного воспаления, вызывая недостаточность других органов ткани, это все происходит через активацию лейкоцитов. Активация лейкоцитов это два процесса. Обязывание на поверхность лейкоцитов интегрином, который позволяет связываться им с различными тканями, да, и дезорганизация, дегрануляция лейкоцита, и тот, и другой процесс, есть маркеры и того, и другого процесса, в частности, CD16B это маркер образования интегрином, полученное образование на CD16B это образ маркер терминобориации образования. Смотрите опять, что происходит с тканью с андотериалюцитами, в результате воздействия либо полисахаридов, и вот этого вещества, которое используется как в эксперименте, используется как провокатор, как вещество, которое провоцирует архитическую систему воспаления. Вы видите, что резко возрастает эти объекты в клетки, после того, как они обработаны под этим искусством. И смотрите, если тот же самый процесс происходит в условиях инкубации с таллоргином, эти интегрирования и дезорганизация сервисных газов не происходят в меньшей степени, чем это происходило без искусством инкубации. Таким образом, нам представляется, спустя 20 лет, после начала изучения этого инкубации 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 в заключение я хочу сказать, что я привел всего два препарата, фронтологических препаратов, которые способны иницировать процессы инкубации на самом деле препараты, которые обладают подобной активностью, на сегодняшний день известны 64 лет. Из них есть ряд препаратов относительно простых, которые обладают прямым действием на Великобритании не через каскады а прямым. И таким образом они должны быть наиболее эффективными препаратами. И напользуя о таком явлении, как анастетическое и шимическое преодолевание, и шимическое протекция, модуляция фронтологических препаратов, забывать не стоит. Не все процессы исследования возможно за этим стоит хорошее клиническое обращение.